Всем привет, с вами как всегда Хик и сегодня у нас не менее интересное видео. В сегодняшнем видеоролике я вам покажу как можно пройти GTA San Andreas не получив при этом ни единицы урона. Такое прохождение называется On the Person, One Hit Knockout, то есть если вы получаете хоть какой-то урон, вы умираете. Да, звучит чертовски сложно, но и в самом деле в игру без получения урона пройти невозможно, скажете вы. И я с вами соглашусь. Но в мире все же есть отчаянные ребята, которые хотят попробовать этот способ прохождения. И сегодня об одном из них мы сегодня с вами и поговорим. Знакомьтесь, это Going Totally Ham. Этот парень занимает первое место в скоростном прохождении в категории Onkna. Ему удалось пройти GTA San Andreas с этим режимом за 7 часов, 7 минут и 7 секунд. И сделал он при этом минимальное количество смертей. И тут стоит внести небольшую правку. Если из его пробега исключить все смерти, то получается GTA San Andreas без получения урона пройти очень даже возможно. Но при этом нужно очень сильно проанализировать игру и учесть все ошибки мистера Хэма. Так что все в ваших руках, ребята. Но самое интересное в этой категории то, как игроки придумывают разные способы прохождения. И как раз таки некоторые из них мы с вами рассмотрим в этом видеоролике. На примере прохождения этого парнишки. Ну а если ты готов, ты поставил лайк и подписался на канал, при этом настрочил какой-нибудь комментарий. Я не смею вас больше задерживать. Поехали. Кто бы что не говорил, но игра начинается как обычно. И в плейд-домиссии OG-лока в этом хардкорном прохождении сложностей никаких нет. Так как большая часть миссий в самом начале вас обучает всему, что есть в игре. И как таковые разборки, где можно получить хоть какой-то урон, здесь не встречаются. И реально первая возможность получить пулю приходится на миссию OG-лок. Где вам непосредственно нужно выследить обидчика Джеффри. Который удирает от вас на своем байке. Хэм прекрасно понимает, что в этой миссии возможно умереть. И старается держаться от Фредди подальше, дожидаясь его отступления к следующим чекпоинтам. Маневрируя при этом в этих переулках. Но когда наступает момент расплаты, Хэм наперед знает, где будут проезжать Фредди и выстреливает УЗИ. Тем самым убивая его. А далее нам нужно отвезти OG-лока в бургер-шот. Ранин док. Еще одна показательная миссия. Как нужно убивать тех или иных, игнорировав при этом любой тип урона. Хэм начинает эту миссию и не спешит бежать за убегающим псом. А наоборот. Находит рандомный автомобиль и просто сбивает обидчика. Согласитесь, способ довольно интересный. Вы еще не раз его увидите в этом прохождении. Он очень часто используется. Ведь когда вы находитесь в автомобиле, весь урон идет непосредственно на сам автомобиль. Карл в этом случае остается целым и невредимым. Как я и говорил, этот способ будет еще не один раз. Как мы видим, на миссии Девочка Свита Хэм использует тот же самый способ. Раздавливая при этом всех своих врагов на отличном Ремингтоне. И использовав при этом иногда УЗИ. И в дальнейшем я вам предлагаю не рассматривать такие миссии. Так как они уже не нуждаются в подобном объяснении. Я буду просто говорить, что эта миссия проходится с автомобилем и все. А упор мы сделаем именно на что-то действительно интересное. И необычное. Переди миссия Цезарь или Панды, где нас ждут эти ужасные стрелочки. И гонки. Но думаю, там понятно, что без получения урона пройти эти миссии все-таки возможно. А вот миссия Мэддот Ремайнен, где вам нужно украсить книгу рифм. Там вы, как вы думаете, как проходит Хэм? Казуально. Просто каждого врага истребляя самодельным ножичком из Икеи. Для того, чтобы истребить врагов, Хэм иногда заезжает в те места, где спавнится Ак-47. Для дальнобойного использования, разумеется. А именно на миссии Пылающая Страсть. Именно там, в мотель Вагасов, нужно закидать коктейлями Молотова. При этом убиваем издалека врагов из Ак-47. Ну и про тактику задавил-победил тоже не забываем. Многим, наверное, интересно, как же Хэм прошел миссию Just Business, где на тебя сразу же, чуть ли не сходу, нападают толще врагов русской мафии. После катсцены Хэм сразу же прячется за эту переднюю балку, которая служит для него своего рода стеной, защитой. И старается перемещаться только перекатами. После удачной выполненной миссии, Хэм бежит на парковку Лос-Антоса, где находятся Энерджи, самый быстрый байк ГТА Сан-Адрес и гранаты, которые ему очень пригодятся в дальнейших миссиях. Впереди у нас миссия Добермана, где вам требуется захватить район баласа в Гленн Парк. Помимо гранат, Хэм также берет Ак-47 уже в привычном нам месте. Грей Импорт, на мой взгляд, самая показательная миссия о том, как не нужно кататься с врагами и не получить урон, при этом идеально пройти миссию. Внимание, смотрим, как Хэм это делает. По прессу своими доки, он не спешит ломать тот самый пульт управления, который открывает шлюз. Он едет к черному ходу для того, чтобы с помощью байка забраться на крышу. И уже с самой крыши кидает гранаты к пульту управления. Гранаты уничтожают пульт управления и срабатывает скрип, благодаря которому босс русской мафии пытается скрыться. Хэм прекрасно это осознает и знает дальнейшее перемещение босса русской мафии и закидывает его в автомобиль гранатами с той же самой крыши. Согласитесь, выглядит эффектно. Даже я не знал, что так можно пройти эту миссию. Хаус Пати. Еще одна показательная миссия, как правильно нужно использовать гранаты и микро-СНГ. Способ прохождения довольно-таки прост. Мы, опять же, вначале закидываем всех гранатами и держимся на расстоянии. Это вообще самый главный такой аспект, что нужно держаться на расстоянии. Потому что пока до вас враги добегут, у вас есть возможность пострелять им в головы. Задавил. Победил. Взорвал. Снова задавил. Победил. И следующая миссия. И как вы думаете, закидал. Задавил. Победил. Как же воссоединение семей, где толпище спецназовцев отовсюду выходит. Да, эту миссию можно пройти без урона, но при этом действовать нужно крайне осторожно. Не лезть в лишний раз на рожон, прятаться в отдельных комнатках и потихонечку, постепенно, маленькими шажками перемещаться в сторону свита. Благо в этой миссии нет времени. А на спавны спецназовцев, разумеется, Хэм знает наперед, где они будут спавниться, закидывает он туда просто гранаты. При этом он их расходует практически все. Самая-то главная цель добраться до комнаты свита целым и невердимым, поэтому в расход идет все. И вот по такому образцу, как я указал ранее, проходится весь Лос-Антос. Первый город. Впереди нас ожидает Бэдленд, деревушечка, где подобных объяснений не требуется, как проходить все то же самое. Все те же самые навыки, которые вы использовали в Лос-Антосе, применяемые в Бэдленде. Там в основном гонки и легкие задания. В некоторых миссиях в УЗИ нам потребуется уничтожать триадовцев. Вот одна из этих миссий. Тут то же самое. УЗИ, но вместо гранат у нас после миссии правды остается ракетница. Ну и мы также ракетницей запускаем снаряд, прячемся за угол, запускаем снаряд, прячемся за угол и зеленой волной уничтожаем всех тех триадосов, которые устроили нам засаду. На миссии Ice Cold Kill вам требуется пробраться в клуб жизни через крышу. Разумеется, после падения Карл получает урон, но как мы понимаем, в этом прохождении урон получить нельзя. И Хэм это очень круто показывает, как это нужно сделать. Берем Энерджи, забираемся на стройку с помощью него и просто там, где нужно прыгать, прыгаем оттуда с Энерджи, не получая при этом никакого урона. Блин, просто суперский способ, реально. Я бы не додумался, наверное. Ну а когда у нас появляется снайперское оружие, то миссии проходятся еще быстрее, еще лучше, еще эффективнее. Там вообще никакого контакта с врагами нет, а значит нет и урона. Как мне кажется, одна из самых сложных миссий это Black Project. Здесь нужно обзавестись нереальным количеством патронов на АК-47, пару десятков ракетниц и терпеливо, но верно дожидаясь своих врагов. Как делает это Хэм? Он сначала уничтожает самого первого охранника и тут же бежит, чуть ли не в самое начало, этой чудесной подземной лаборатории зоны 51, дожидается следующих заагренных врагов, которые идут одни за другим. И здесь-то, с этой позиции, когда виднеется только голова и оружие, он уничтожает их всех по головам. Ну а с помощью базуки, благодаря ее взрывной, так сказать, области, уничтожает всех врагов за стеной. Ну и разумеется, когда все враги уничтожены, вам нужно завладеть джекпаком на 60 миллионов долларов. После того, как вы его возьмете, враги выбегают с верхних этажей и начинают вас атаковать. Но Хэм не сдается использовать тактику спиннер! На самом деле, ему чудом повезло, что его здесь не убили, это абсолютный рандом, потому что любая, совершенно любая пулька может его убить здесь в этот момент. И я тысячу раз умирал на этом моменте, даже когда у меня было 100 хп. Здесь ему очень повезло, очень. После миссии Vertical Deer у вас есть возможность взять миниган. И здесь ваши шансы пройти к следующей миссии значительно облегчаются. Сами понимаете, что миниган это самое сильное, мощное оружие, скострельное и дальнобойное, что самое важное. Все, Хэм себе формит миниган и дальнейшую миссию выполняет и использует оружие непосредственно только миниган. Также с помощью миниган он захватывает все 35% территории. Думаю, как это делается, объяснять не стоит. У меня на канале есть видеоролик, то как этим багом можно захватить всю часть Лос-Антоса, потратив при этом очень малое количество времени. Если что, ссылочку оставлю в описании под роликом, чекайте, смотрите, пробуйте. И вот он, финал. Конец пути. Самая последняя миссия в GTA San Andreas, по которой вам придется пройти целых 3 этажа особняка Big Smoke'а и добраться до него на самом третьем последнем этаже. И как же Хэм это делает? Разумеется, у него в запасе, блин, чуть ли не 5000 патронов минигана. Осторожность и упорство. Вот что владеет этим парнем. Вот именно так он и пройдет в GTA San Andreas, не получив при этом ни одного единственного урона. Обратите внимание, что он даже не спешит забегать в этот самый первый ангарчик, который... Каждый из нас просто врывается, он прям из-за двери, из-за двери, по чуть-чуть, потихонечку уничтожает всех врагов. Да, разумеется, двери служат для него неким прикрытием, чтобы шальные пульки в него не залетели. И он прекрасно об этом знает. На втором этаже он нам демонстрирует абсолютно то же самое. Но, в отличие от первого этажа, на втором этаже балки расположены гораздо ближе. Теперь балки могут служить прикрытием. Для самого Карла Джонсона, для самого хама, который безупречно выполняет эту миссию, господи. А что насчет третьего этажа, скажите вы, и я вам отвечу. То же самое, ребята, то же самое. Двери, барные стойки, все, что служит для вас укрытием, все служит открытием. И для Карла Джонсона, у которого всего лишь одно хп, повторюсь. Прошу отметить этот факт, потому что это очень сложно пройти. Третий, второй, первый этаж без получения какого-либо урона. Но двери, двери благо спасают и балки, барные стойки, всякие разные диванчики, которые не пробиваются, вас спасают. Что касаемо главного финального босса Бэксмоука, разумеется, хам приближается к нему и для начала, для начала, повторюсь, уничтожает врагов. Которые находятся рядом с Бэксмоуком, то есть его шестерок, грубо говоря. А потом он накачает самого Смоука. С помощью мини-ганта делается в раз и два. Но после Смоука нужно возвращаться домой. Все мы это прекрасно знаем. Но ничего страшного, ребята, огонь можно перепрыгивать, а огонь можно тушить. Если вы знаете все расположения врагов, а хам, разумеется, знает, где располагаются враги. Можно их уничтожать заранее, до того, как они выйдут с помощью мини-гана, блин. 300 патронов тебе в шею и все нормально. Ты скончаешься, точно говорю. Но опять же, самое главное, ребята, хоть этот называется как бы спидран, он на процент. Здесь главное не спешить. Да, парадокс, но, блин, как иначе? Лучше пройти миссию один раз и через этапы вот эти вот пройти единожды, чем тысячу раз проходить один и тот же промежуток времени и спешить. В любом случае, вы потеряете времени гораздо больше. Так, ну и все, хам, разумеется, удачный выброс особняка Блиц Моука Горящего. Послушайте его уже, это облегчение, 7-часовое прохождение без единого урона. Далее у нас идет преследование на темпене. Думаю, там развести ничего не нужно. А вы посмотрели этот ролик, а я вам попытался объяснить самые ключевые моменты в прохождении без получения урона. То есть все основные моменты это пользуйтесь гранатами, пользуйтесь АК-47. Когда у вас появляется снайперска, пользуйтесь ею, чтобы уничтожать врагов. Если есть у вас таковая возможность, можете уничтожать врагов с помощью автомобиля. Это очень коронный крутой способ, который достаточно сильно облегчит вам прохождение той или иной миссии. Это очень здорово. А если вам понравился данный видеоролик, то не забудьте поддержать его лайком. Блин, мне сегодня же нужен ваш лайк и какой-нибудь комментарий. А также, если вы тут впервые подписываетесь на канал, да и бьем уже 100 тысяч подписчиков. Я очень всем благодарен, что нажали эту кнопочку, она стала серой. Господи, что? Ну в общем, с вами был Хик, всем хорошего настроения. И пока играйте в GTA San Andreas, она клевая. Клевая, придумайте себе крутые всякие челленджи. И всем аривидерчи.